Где бы ты хотел жить, в Вильнюсе или в Риге? Такой вопрос задал мне товарищ перед самым нашим отъездом обратно домой. И знаете что? Я призадумался. Так получилось, что мы три товарища решили на выходные отправиться из Риги, города где мы живем, в Вильнюс, столицу соседнего государства. Сделать это несложно, благо расстояния тут небольшие, на автобусе ехать 4 часа, да и границы открыты. Вот вам и некоторые положительные стороны проживания в Евросоюзе. В общем, без лишних проволочек взяли и поехали вечером после работы, чтобы к ночи быть уже на месте. Сели в уютный автобус и наше путешествие незаметно началось. Пока ехали по Риге, не покидало ощущение, что в городе темно. Тьма эта вполне рационально объяснима и столь же вполне европейская, однако не удручала, а создавала уютную атмосферу далекого детства, когда почему-то отключалось электричество и все дружно лезли в кладовку за свечами. Воспринималось это не как авария или катастрофа, а скорее как повод приобщиться к старине или романтике походных лишений, ощутить аромат парафина и почувствовать теплоту пламени, будто сидишь у костра или у буржуйки. В общем, это я к чему, там на нас вроде какие-то санкции наложили, или это мы наложили. Ладно, проехали. Прибыв в Вильнюс и отметившись в нашем скромном хостеле, мы пошли гулять по городу. Так вот о городе. Буквально недавно у нас в Прибалтике произошел, можно сказать, тектонический сдвиг. Вильнюс вышел на первое место по количеству жителей, отодвинув Ригу, которая всегда эту вершину занимала. Более того, скажу я вам, Рига и во времена Российской империи была не последним местом, входя в шестерку наиболее населенных городов даже с учетом польских Варшавы и Лодзя. То есть сто лет назад Рига была по этому параметру впереди Минска и Киева. И вот что называется приехали. Нас обошел Вильнюс. Так что же собой представляет этот Вильнюс? Давайте я вам немного о нем расскажу. Город этот, в котором по официальным данным проживает чуть более 600 тысяч человек, расположен, как это ни странно, не на берегу Балтийского моря, а в глубине материка, если так можно выразиться, буквально в 30 километрах от границы с Республикой Беларусь. Территория эта довольно живописна. Она покрыта лесистыми холмами и озерами, а сам город лежит в месте слияния рек Вильня и Вилья. Причем городской ландшафт очень гармонично вписан в ландшафт природный. Современные микрорайоны дружно соседствуют с огромными лесопарковыми зонами. Городские кварталы разбавляют парки, скверы и другие зеленые насаждения. И всю эту красоту венчают плавные изгибы реки Вилья, которую также называют Нерис или Нярис. Друзья, если вам близко или интересно то, чем я занимаюсь, то предлагаю вам рассмотреть возможность подписаться на мой канал, нажать на колокольчик и так далее. Не буду вас убеждать в том, что вам без этого не прожить, но для меня это важно. Делая добро, вы можете рассчитывать на то, что оно к вам вернется. Перед нашей поездкой я решил поинтересоваться у своих друзей и знакомых, что бы им было интересно узнать о Вильнюсе. Спрашивали разное, от цены кебабы до понимают ли там русский язык. Но первое, что я решил здесь на месте выяснить, касалось вопроса о так называемом статуте Великого княжества Литовского 1529 года. Документ этот весьма примечательный. Это первая редакция свода законов Великого княжества Литовского, текст которой был написан на древнерусском языке, который в общем-то был в том государстве официальным. И обстоятельство это породило мнение, что данный документ местной власти якобы стараются не афишировать, поскольку он, ну вы понимаете, как-то не вписывается в парадигму современной политической повестки прибалтийских стран. По крайней мере, я это мнение слышал от Михаила Хазина в одном из его интервью. Однако при всем уважении к Михаилу Леонидовичу было у меня сомнение в данном утверждении. Допускал, что все может быть не совсем так. Более того, скажу честно, было у меня ощущение, что все совсем не так. Однако, чего гадать, раз уж я в Вильнюсе, то можно данную гипотезу самому и проверить. Поэтому я притащил своих товарищей в тот самый дворец великих литовских князей. В общем, пока я интересовался на кассе, в каком зале находится интересующий меня экспонат, товарищи решили, что унылые поиски непонятной писульки – это не то, зачем они сюда приехали, и, договорившись позже со мной созвониться, пошли пить пиво. Я же взял билет за 10 евро на все четыре имеющихся в музее маршрута и отправился искать то, зачем пришел. Но вообще, с самого начала все пошло как-то не так. Работница музейной кассы долго пыталась вспомнить, где же находится этот статут, рисовала на схеме крестики и даже пару раз кому-то звонила по внутренней связи. И я не шучу. Так вот. Дойдя до нужного зала, я обнаружил там третью, более позднюю редакцию искомого документа, написанную на латинице. Кириллического текста там не было. Вот это поворот, подумал я. И решил завести разговор с одной из сотрудниц музея уже в самом зале. «Где первый статут?» – спрашиваю. А она мне и отвечает, что они тут, дескать, меняются периодически. Сейчас вот третий, а когда-то был и второй. А так вообще она в музее четвертый год работает и первого статута пока в экспозиции не видела. Ученые им, видимо, занимаются, забрали для каких-то своих целей. В общем, выводы делайте сами. А вообще, что касается самого музея, который я весь не обошел, так как времени у меня было не сказать, что сильно много. Так вот, что касается самого музея, то он вполне достоин внимания. Есть на что посмотреть и из произведений искусства, и из артефактов старины, и внутреннее убранство помещений дворца кое-где очень неплохо сохранено. Так что, кто любит историю, сходите, не пожалеете. Хотел бы сказать пару слов о вильнюсском общественном транспорте. Во-первых, здесь напрочь отсутствуют трамваи, и объясняется это спецификой застройки и рельефом местности. Да, кругом холмы. Во-вторых, сразу бросается в глаза, что автобусы и троллейбусы здесь весьма старенькие и обшарпаны. И по этому поводу один из моих сотоварищей сделал замечание, что Рига в этом смысле живет непосредством. Накупила, мол, новых мерседесов могли бы и на стареньких поездить, а не сорить деньгами. Отсюда, видимо, и стоимость проезда, которая с нового года у нас будет составлять полтора евро. В то время как в вильнюсе мы у водителя покупали билеты по одному евро. По-моему, разница очевидна. И, кстати сказать, в наших новеньких троллейбусах не так все хорошо, как хотелось бы. Например, летом в жару система кондиционирования работает таким образом, что прямо на пассажиров может дуть струя ледяного воздуха, отчего многие люди кашляют и заболевают. И отрегулировать это невозможно. Так что еще неизвестно, кому в этом смысле повезло. Конечно же, Вильнюс, впрочем, как и все прибалтийские столицы, славен своим старым городом. И надо сказать, что в Вильнюсе этот исторический центр поистине огромен. Если бы меня попросили сравнить Старую Ригу и Старый Вильнюс, я бы сказал следующее. Рига, на мой взгляд, выглядит более изящно, утонченно и, вероятно, на среднестатистического туриста произведет большее впечатление, чем Вильнюс. Однако в Вильнюсе за счет масштабов и более интересного и разнообразного рельефа будет, как мне кажется, приятнее гулять. И в целом картинка там, что называется, более приветливая. Если Старая Рига несет в себе печать подчеркнутой аккуратности и некоторой холодности, то исторический центр Вильнюса скорее располагает к себе и создает ощущение уюта и визуального комфорта. Но цены, надо сказать, что в Старой Риге, что в Старом Вильнюсе вас точно к себе не расположат. И тут можно плавно перейти к рассказу о том, чем мы здесь питались. Да и про стоимость кебаба рассказать, раз уж люди интересовались. Так вот, поначалу, конечно, показалось, что в Вильнюсе цены выше, чем в Риге. За тот же условный кебаб пришлось выложить, кстати, 10 евро. Но, с другой стороны, мы умудрились прямо недалеко от вокзала найти кафе с русской музыкой, где борщ стоил уже 2 евро. Что, согласитесь, совсем недорого. Правда, к борщу и русской музыке прилагался еще и визит колоритного цыганского мужчины, торговавшего набором керамических ножей и скинувшего цену с 70 до 10 евро. Но не могу сказать, что это испортило впечатление от заведения, скорее дополнило. Да, ножи мы так и не купили. В целом, как позже выяснилось, цены в Вильнюсе примерно такие же, как в Риге. Достаточно отойти чуть подальше от центральных улочек старого города и зайти в какой-нибудь торговый центр. Там наверняка будет один или два опрятных ресторанчика с традиционной европейской кухней по вполне разумным ценам. А вот в Вильнюсской телевизионной башне еда была так себе. Но вообще, с этого момента мы уже не проеду. Вильнюсе Я не в первый раз. Если не считать визитов проездом, то довелось мне еще один раз погулять по этому чудесному городу. И было это лет 15 назад. Вроде бы и не такая большая цифра, да и я еще не совсем старый. А ощущение, будто было это где-то в другой жизни. Я мало что помню в столь поездке, но вот эту башню запомнил очень отчетливо. Вспоминаю, как стоял у ее подножья, смотрел вверх и мне казалось, что я перенесся в иную фантастическую реальность. И в башне этой живут могущественные существа, вознесшиеся над этим ничтожным миром. И если так еще немножко постоять и посмотреть, то из какого-нибудь окна обязательно вылетит дракон. В общем здание это, возведенное советскими инженерами и строителями, вызывало во мне тогда благоговейный трепет. Да и сейчас рождает целую гамму разных чувств. От личных воспоминаний до ощущения соприкосновения с памятником технического прогресса эпохи СССР. Сейчас уже такие башни вряд ли кто-то возьмется строить. Нет в этом необходимости, технологии изменились и, кто знает, возможно через какое-то время встанет вопрос о демонтаже этих сооружений. Но пока мы можем заплатить 13 евро за билет и подняться в ресторан, расположенный на высоте 165 метров от поверхности земли. Ресторан этот вращается вокруг косителей башни с периодом в 55 минут, что позволяет великолепно рассмотреть город во всех направлениях. Еда тут простенькая, цены не самые приятные, но, скажу честно, это не имеет никакого значения. Что ж, думаю, кто-то из внимательных зрителей запомнил, что я уже упоминал вопрос понимания местными жителями русского языка. Но перед тем, как рассказать о своих впечатлениях по этой теме, не лишним будет привести информацию о национальном составе вильнюсцев. Надо сказать, что этот город заметно отличается и от Риги, и от Таллина тем, что русских здесь не так уж и много. Причем настолько немного, что они тут даже не являются второй по численности национальностью, уступая это место полякам. Однако русская речь в городе слышна, где-то вроде даже видел надписи на великом и могучем. А сами литовцы, на удивление, очень прилично владеют русским языком. Пожалуй, за все время нашей поездки мы ни разу не столкнулись с литовцем, который нас не понял. Вероятно, это просто так обстоятельства сложились, и, скажем, совсем молодые литовцы русского могут и не знать. Но в данном случае что было, то было. Все спокойно разговаривали по-русски, и никого этот факт ничуть не смущал. Расскажу вам еще одно наблюдение по этой же теме, но сделанное несколько лет назад, когда я ехал на микроавтобусе из Каунаса в Ригу. Водитель в нем был литовец. Причем настоящий литовец, у которого родной язык литовский. Так вот, он всю дорогу слушал на своем магнитофоне какую-то малоизвестную российскую эстраду. И было видно, что это прямо его, что человеку нравится. Вот и поди разбери эту загадочную литовскую душу. Это я так, на контрасте от восприятия всевозможных заявлений литовских властей касательно русского мира и всего, что с ним связано. Ну, вы понимаете, работа у них такая. Раз уж мы с вами завели разговор о людях, а люди – это в любом городе самое важное, по крайней мере для меня, то давайте я вам немного расскажу о своем опыте общения с литовцами. Должен сказать, что этот опыт вовсе не ограничивается нашей поездкой. Пока жил в Англии, познакомился со многими представителями этой нации, а их там действительно немало, как и наших латышей. Правда, латыши, как показала практика, за границей не очень склонны к объединению. Либо где-то живут сами по себе, либо стараются интегрироваться в английское общество. А вот литовцы, несмотря на то, что народ не сказать, что многочисленный, смогли сформировать в той же Англии заметную диаспору, став героями не только мемов, но и британских фильмов, где они предстают в роли суровых парней с околокриминальной харизмой. И надо сказать, в этом есть доля правды, по крайней мере, деловой хватки и рациональности у литовцев не отнять. И литовская мафия в свое время наделала шума на британских островах. Шутка ли в самом Вильнюсе вплоть до начала десятых годов криминогенная обстановка оставляла желать лучшего, и город занимал лидирующие позиции по количеству убийств на душу населения среди всех городов Евросоюза. На данный момент, слава богу, дела в этом смысле обстоят гораздо лучше, и в Вильнюсе стало значительно спокойнее. Но это не значит, конечно, что кроме некоторой тяги криминальной романтики о литовцах нечего сказать. Есть, конечно, и много чего. Как минимум могу констатировать, что литовцы – люди трудолюбивые, предприимчивые, близкие к природе, менее склонные к рефлексии и более простые в общении, чем латыши. Алкоголь употребляют примерно в тех же количествах, что и русские и латыши, но со своей спецификой. И как мне показалось, если уж литовцы пьют, то по полной, отчаянно, с шумом и приключениями. Что же касается прекрасной половин, то лично у меня о литовках остались только приятные впечатления. Живя в Англии и общался с ними и дружил. В общем, если вкратце, то удивительно адекватные по современным меркам люди, сумевшие сохранить в себе многое из того, что другие соседние народы, как мне кажется, постепенно утрачивают. Вот так в прогулках по улицам, поездках в автобусах и посиделках в барах и кафе мы бесхитростно скоротали наши менее чем два дня в Вильнюсе. Всего, конечно, в коротком видео не расскажешь, были мы и на продуктовом рынке, немного напоминающем наш рижский центральный рынок, но поменьше размером. Гуляли также по знаменитому проспекту Гедемина, захаживали и в небезызвестный творческий район Ужупис, который позиционирует себя по-братимам парижского Мон Мартра. Человек имеет право на горячую воду, отопление зимой и черепичную крышу, но это уже вряд ли. Это надо вычерпнуть. Однако, если там нет каких-то специальных мероприятий, то для туристов, откровенно говоря, смотреть там особенно нечего. Хотя само по себе это явление достаточно интересное. Если вы помните, то начал я свое повествование с того, что где-то уже перед отъездом домой товарищ спросил у меня, где бы я хотел жить, в Вильнюсе или в Рике. Вопрос показался мне интересным, и я призадумался. Но уточнил, что мы берем в расчет абстрактную ситуацию, при которой не учитываются мои социальные связи, друзья, родные, знакомые, которые у меня есть в Риге, а рассматриваются лишь города как таковые. И знаете что? Меня очень подкупает тот факт, что в Вильнюсе гармонично сочетается городская инфраструктура с природными ландшафтами. Нравятся его холмы. Пожалуй, соглашусь, что в нем приятнее прогуливаться, чем в Риге. И причин тут несколько. Во-первых, Рига буквально рассечена напополам большой рекой. В этом, безусловно, есть свои плюсы, но центр Вильнюса в этом смысле более цельный и удобный для пеших прогулок. Во-вторых, хоть Рига местами и выглядит предельно элегантно, будто с открытки, но в Вильнюсе ландшафт старого города все-таки более разнообразный и визуально располагающий. Более дружелюбный, если так можно выразиться. А еще в Вильнюсе есть та самая телебашня, с высокой обзорной площадкой в виде вращающегося ресторана. В Риге же на телевизионной башне подобного ресторана нет. Да, можно подняться на высоту 97 метров и посмотреть на город, но, правда, через давно немытые окна. В общем, соглашусь, найдется немало причин сказать, что Вильнюс лучше Риги. Но для меня даже абстрактная Рига со всеми ее недостатками все же побеждает в этом споре. И знаете почему? А вот попробуйте угадать. Но Вильнюс, он волшебный, и я в него еще обязательно вернусь. Вильнюс, он волшебный, и я виноват. 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 Вильнюс, он волшебный, и я виноват.